ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Сегодня мы продолжим свой злосчастный ремонт бесконечной нашей камеры Обсудим некоторые вопросы по слету По слету как бы сразу расскажу То есть поступают такие предложения, что люди едут не только на слет То есть на три дня эти, да, с пятого по восьмой слет, как вы знаете у нас Кто еще не в теме, смотрите в папочке дневник слета И люди хотят остаться на 10-20 дней Понедельник, вторник я иду в туристическое агентство и буду разговаривать с Максимом С Максимом я уже говорил, он это дело будет прорабатывать То есть люди те, которые останутся дальше на последующие дни Будут иметь возможность продлить свои путевки То есть программу продлить дальше И в договоре мы скорее всего сделаем графу, когда вы будете делать запрос Вы пишете сколько вас человек, то есть ваша семья И делаете на себя заказ То есть номер продливаете не на три дня, а на последующие дни Либо будут варианты подискать еще какие-нибудь другие места Допустим, или гостиницы в центре Бреста Ну, как вам будет удобнее Ну, я думаю, на базе даже будет лучше Потому что выезд у вас будет, вы сможете выехать А все-таки место там красивое И то есть на эту базу вообще тяжело попасть Вся эта база расписана до декабря То есть не именно это, это бронировано под нас Но бронирована она под нас будет до конца февраля Скорее всего, с марта начнется распродажа свободных мест То есть эта база как бы работает с нашим турагентством На других базах уже мест нету Ни в Буге, ни в Солнечном, короче, нигде И в основном базы все не туристические А базы идут все здравницы Где минимальная путевка составляет 14 дней Всю информацию многих интересует Как, что с валютой Можете ехать с любыми деньгами По дороге или в городе, вы их обменяете То есть валюту можно брать любую Количество валюты Мы вам огласим Вы можете это порешать и с турфирмой переправить как-то деньги И то есть сами себя вести Сколько можно вести через границу Как провести машину Как проехать на машине Все это я расскажу Все вопросы, которые касаются проведения и нахождения в Беларуси Я вам расскажу Ничего тут сложного нету Это хоть как и заграница, да, для вас Но это ближайшие зарубежья и страны СНГ Белоруссия и Россия Странные, как бы, дружные И границы между нами нету Единственное, что когда вы на машине заезжаете Вы берете 15-дневную страховку на свою машину 15-дневная страховка вам нужна обязательно Это на случай, если вы вдруг кого-то зацепите Или вы будете виновником ДТП Вы просто вызываете ГАИ, оформляете аварию И можете ехать хоть в этот же день Страховая компания решит все за вас Все сделано для вас, все удобно Ничего тут сложного нету Никаких здесь нету нюансов Затрудняющих какое-то общение или это Тем более наша с вами акция, наш слет Это будет легальное предприятие Легальный сбор людей То есть власти и администрация города Все предупреждены Мало того, что колонну автомобилистов будет встречать ГАИ Колонна автомобилистов будет собираться со всех городов Маршруты будут выкладываться на сайте Мы составим маршруты Кому, где, когда собраться Через какие города, в какие время кто едет То есть в Брест вы уже заезжаете Организованные колонны Где вас и встречают ГАИ, так скажем И будут сопровождать до места проживания На вокзале будет, скорее всего, три автобуса Это автобус будет утром, автобус будет днем И автобус будет вечером Мы будем знать Вы нас проинформируете Когда вы приезжаете, каким поездом И автобус сделаем не к каждому поезду А с утра, днем и вечером Люди, которые потеряются в Бресте Или еще какой-то вариант Встречаемся на вокзале Ваш телефон Мой телефон у вас будет Вы мне звоните Я к определенному времени подхожу И собираю потеряшек То есть ничего тут сложного нету И мы со всеми потеряшками Едем на базу веселиться Ну, как бы все, что касается нашего слета То есть торопитесь Торопитесь подписываться Потому что еще ни цены, ничего не известно 32 человека уже подписалось Места под крышей будут ограничены Это будет 260 человек И, скорее всего, сама компания наша Будет составлять 500 человек Ну, за исключением очень желающих Может быть, мы еще добавим 100 человек То есть подпись идет организованная Идет быстро Люди еще даже не знают цену Но уже подписаны Но это те люди, которые слишком близко к каналу С которыми мы очень сильно общаемся Которым цена не важна Но цена это как бы очень важный аспект Я еще сниму обращение к нашим дорогим женам Которые думают, что все это ерунда Нет, женщины Это будет все организовано Организовано Праздник будет не такой слет, шараш, монтаж Понаехали, да? Нет Праздник будет нормальный Не смотрите, что я несерьезный бываю На видео это шоу Это я хочу просто задать людям настроение Передача у меня такая В жизни я, конечно, посерьезней Как только будет известна сумма Я съезжу на место И покажу вам место, где мы будем отдыхать То есть сниму и царскую поляну Сниму и номера, в которых мы будем проживать Сниму и сам комплекс Ну так, отрывками Может быть ставлю видео из летних видео Потому что, ну, все-таки зима Сами понимаете, это не очень красиво все выглядит Ну, на самом деле места там шикарные Тем более царская поляна Это заповедная зона То есть на царской поляне Встречаются только президенты И дядя лежа, конечно Так что у вас есть уникальная возможность Посетить первый слет Автомобильных гаражников В этом году, 2014 Запоминающемся о Олимпийском И будет открыт праздник Который будет отмечаться каждый год 6 августа, день гаражника Неважно, машины ты там ремонтируешь Или как Вот Валера Стерлитамака Самолеты делает Кто-то еще что-то делает Да, какие-то поделки Ну, неважно Хобби занимается, но в гараже Слет гаражников И этот будет отмечаться Слеты мы будем делать, возможно, в разных городах То есть первый слет мы проведем Да, первый раз тяжело Но в последующие разы Уже в любом городе Зная наш праздник Праздник будет освещаться СМИ Белорусским точно Российским пока работаем И, то есть в любом городе Будут знать, что такой праздник существует Такой праздник будет Все мы это осветим Будут видеть, как мы культурно провели время И нормально То есть у нас будет экскурсионная программа Не только будет, как бы, тупо гулянка, пьянка Да, пьянки никакой не будет Будем нормально сидеть и общаться Культурная программа посмотрим То есть народ посмотрит Да, действительно, слет хороший Люди нормально проводят время Люди адекватные Люди общаются Люди не мешают обществу И, я думаю, любая администрация города Пойдет на это И даже, может быть, в чем-то поможет По сбору на следующие разы Ну, в принципе, вот и все Что я хотел сказать по слету Добавляйте в комментарии Добавляйте, пишите мне Вконтакте желательно Можете и на сайте Да, некоторые люди на сайте записываются Немножко неправильно Они пишут мне в личку свои данные Если вы не можете Подать заявку Там на главной странице Есть, где мы вот Столий, логотип моего канала Нажимаете прямо на него Прямо на картинку Не надо искать, где что там войти Прямо на картинку Клацнули Все, вы попадаете Там ниже проматываете Там подать заявку на слет Нажимаете на нее И все, вы попадаете на анкету И заполняете свои данные Имя, фамилия Там все написано Если едете с женой Еду с женой Если едете ребенок еще Плюс жена, плюс ребенок Ставим Сколько вам лет всем С какого города Или с какой Республики С какой страны Не важно То есть там все понятно Не ждите сразу Что ваше имя Появится сразу В списках В списках оно появится После того Когда я прочитаю Что вы подписали Что вы едете Письмо приходит Не на сайт Письмо прямиком идет Ко мне на электронную почту На сайте вы его Нигде не увидите Сайт интерактивный То есть вы Отправили письмо Оно пришло мне на почту Я на почту его прочитал И ваши данные Внес на сайт То есть когда я прочитал Это обычно вечером происходит Ну по моему времени Вечером я прихожу Я переношу все списки Которые мне пришли на почту Я переношу их на сайт Так что на сайте Вы их увидите Либо вечером Либо на следующий день Так что не торопитесь Многие набирают По три раза Свою заявку Потому что думают Что она никуда не ушла Нет Всех я вижу Всех я помню Если вдруг День нет Вашей заявки Либо ее повторите Ну сутки Либо ее повторите Либо найдите меня Вконтакте Также через канал На ютубе Зайдете в сведения Там все ссылки есть На все сети В которых я есть Либо заходите На рацию О рации я часто говорю И ссылки есть Как меня найти На рации ЗЛО скачивайте Заходите на канал Олег Нестеров В Брест Любого Спрашивайте где Меня найдут По любому Мне передадут И сам я на рации Часто нахожусь Так что Ну это вот Главная информация На сегодня И начнем Свою деятельность И как бы С утра Анекдот Анекдот такой Вчера мне его Кто-то скинул Вконтакте Ну немножко Мне так понравилось Немножко Некультурный Но постараюсь Рассказать культурный Мужик идет Кушать захотелось Ищет ресторанчик Смотрите ресторанчик Название Черный ресторан Ну заходит Там все короче Черное Столы черные Скатерти черные Стулья черные Короче все черное Дали ему короче Черный Меню В меню написано Черный суп Черный компот Черная колбаса Черное молоко Думает блин Что заказать Даже не знаю Ну ладно Закажу черное молоко Блин еще ни разу Не видел Заказал черное молоко Заходит короче К нему Типа официантка Черная Негритянка Садится ему На колени Вытаскивает Сиську Ну и шосок Ему в рот Тот сидит Думает Блин Хорошо Что черную Колбасу Не заказал Вот такой Анекдот Ну сразу Скажу Сегодня Утром Прочитал Наш отряд Быстрого Реагирования Дал совет Что говорят Олег Блин Чуть не упал Олег Говорит У тебя вот здесь Будет Заметление воздуха Так как короб Прямой Ну его надо Типа в форме Зонта Сделать Да Говорит Снимай Делай Ну я так подумал Что все таки Снимать Не надо будет А на короб Мы просто Зон Наденем То есть у нас И вот здесь Вот место Есть где Закрепиться И здесь Вокруг Просто мы Сделаем Дополнительный Зон Вес И что Думаю Такой вариант Подойдет Как бы человек Я думаю Будет следить Дальше за видео Думаю Вот что Ответит На это Я ему дал Как бы ответ Что мы Не можем снять Пока его Ну то есть И снимается он Легко Так как Ну крепление его Простое Снять его легко Не сложно То есть И потом доделать Можно это все И на земле Доделать Можно как бы Ну ребята придут Которые то все делали И Один этого То есть С этим проблем Не будет То есть Сделать Небольшой зонтик Может быть Оно и правильно Скорее всего Правильно Потому что Человек знает Что говорит То есть Он по своему Опыту писал Ну не знаю Как бы вот этого Мы не ушли Камеру еще раз Я говорю Строим Не имея Особого опыта Как бы работали В камерах Но походу Будем все это Доводить до ума Как бы тяжело Дается нам Вот эту дверь Перегородки Очень плохо сверлить Дальше то все пойдет А думаю Попроще Ну и времени Честно нету Ковыряться С этим Блин Очень много Времени занимает Тем более Сейчас Вот слетом Я занялся Это тоже Занимает Очень много Организационных Вопросов По слету То есть Все надо ездить Везде Договариваться Чтобы все это Было культурно Чтобы программа У нас была На высоте Ну и сегодня Толик у нас В заместителях Зам прораба Да? Олег не работает Заставили мы Все руководящие Должны Да Да А Дауда мы Заставили Варить У него Это очень Хорошо Получается Да? Конечно Сварку Не забрать У человека Это одержим Товарищ Ему нравится Трест Электричество Вот Он сразу Влюбился В сварочные Работы Почему Я ей говорю Если вы Сделайте Хоть раз Машину Своими Руками Все Вы бросите Свою работу И будете Заниматься В гараже Вот такие Дела Кто может Не видел Двигатель У нас здесь Вот такой Улитка Конечно Побольше Но двигатель Мощностью Такой же Как тот Единственное Что Улитка И вентилятор Больше Ну и получается Наверное Оборотов Тут меньше Мы когда Устанавливали То есть Нам сказали Что наши Ну что Нижний Двигатель Будет Высасывать Меньше Чем Верхний Ну как бы Это и хорошо Потому что Приточка Должна быть Немножко Мощнее По скорости Чем Отток Вот так Сегодня Постараемся Если получится Вот этим Утеплителем Утеплить Ворота Как бы Если мы Вот эти Раздвижные Ворота Ну открывающиеся Делали И Мы успевали Засверлиться Пока Пена Не разошлась Да Здесь Нам придется Очень Повыкручиваться Не знаю Может Испортим Может нет Но попробуем Быстро Это дело Высверлить Быстро Это наложить Как бы Погода Сегодня Прохладная Пена Расходиться Быстро Не будет Что И даст Нам Небольшую Фору Мертвый звук Тут живой звук Ну тут вот Чтобы было понятно Пока мы не закрыли Все щели То есть И здесь И там И там И там Все Заделано Пеной Сейчас Чтобы нам Не торопиться И пену И пену Не выпирала Мы Подождем Когда пена Сама Разопрется И остановится В своем Расширении Потом мы Срежем Что нам Мешает Прикрутить И Прикрутим Второй Лист То есть Так будет Я думаю Практичнее Чем мы Сейчас Это все Будем Лепить Быстро Торопиться А мы Лучше Приготовим Пока Вторую Часть Чтобы нам Уже Было Не так Проблематично Потом Со второй Частью То есть Делаем Вторую Часть И на сегодня Я думаю Отпущу Бедолаг А то Плачут Уже Дядя Олеша Домой Хотим Да Да ладно Шутил я Так что Как вы видите Мы занимаемся Вполне Серьезными Вещами Несмотря на то Что мы Таки Веселые И вообще Хватит Хватит Смотреть Дом 2 Это полный Отстой Полный Смотреть Кто Кого Там Изнасиловал Кто С кем Переспал Кто Кого Нафиг Послал Оно Вам Надо Вы Взрослые Люди Все Смотрите Дядя Олежа Дядя Олежа Вас научит Хорошим Манерам Вообще Быть веселым По жизни Че там Эта Тягамутин Эту Смотреть Это Вообще Девушки Подсоединяйтесь К мужьям У нас весело Выходите На рацию Скоро Мы сделаем Для вас Отдельный Канал И будете На слет Собираться Шушукаться Между собой Че вы Почем Об этом Думаете Будет Интересно Все наши Жены Будут Знать Друг Друга Говорить О слете У вас Будет Тема Место Дом 2 Будет У вас Тема Я вам Обещаю Канал Я сделаю Буквально Вот После выхода Этой передачи Так что Скажите Если он вам Нужен Я вам Его Сделаю Будете О слете Общаться Все дела Мужья вам Покажут Как пользоваться И будут Уступать На пару Часиков Время На рации И тогда Вы их Поймете Почему Они там Сидят А потому Потому что Там Весело Там Поддержка Там У нас Дружная Компания Ну и Вы найдете Себе Общение Найдете Себе Тему Я думаю Вам Олег Нестеров Бес Дядя Олежий Так что Смотрите За новостями Дневника Как мы собираемся На слет Что мы решаем Это гораздо Интереснее Дома Два И всяких Других Ненужных Передач Ну В принципе Это все Что я хотел сказать Я очень рад На сегодня Мы наверное Закончим Как бы Мы еще Тут повозимся Часа три Ну Уже Снимать Как бы Нечего Будет То же самое Что и На той Половине Потом сниму Когда будем Уже Листы Одевать Снаружи Ну Вроде Как и все Ждите Новости Канала Присылайте Видео На конкурс Конкурс Я не бросил Не думайте Конкурс Будет Даже Разыграем Его Пусть там Десять Видео Придет Все равно Разыграем Все равно Найдется Победитель И получит Машинку Риоби Дядя Олежа Человек Слово Если сказал Сделать Так что Если вы Ко мне Сюда Приедете Доску Расшибется Она сделает Так что На сегодня Все Надеюсь Что-то ухватили Сказал По сайту Спасибо Товарищу Который мне Подсказал С раструбом Все это Мы Учтем На будущее Ну и Напоследок Амегдот Ну амегдот Такой Старенький Бородатый Ну почему-то Мне он так Нравится Вообще Можно В пример Приводить Да При нашей Работе Тем более Короче Идут Ну никому Как бы Анекдот Немножко Этнический Да Ну это Анекдот Идут Хохол Ир русский Да Идут Короче По пустыне Блин Короче Все уже Невозможно Подтечет Солнечный удар Все Язык на боку Жарко Невозможно Блин Бац Короче Бутылка Валяется Ну думают Вода К ней Ломанулись Потерли Блин Открыли Оттуда Джин Вылетает Ну говорит По одному Желанию Каждому Блин Ну те такие Русский Говорит Мне Две бутылки Холодного Холодного Пива Есть Нормально Блин А Хохол Такой У меня Два мешка Золота Че Ну Идут Короче Русский Пиво Попивают Балдеет Хорошо Ему Уже Настроение Хорош Хохол Прел Вот эти Два мешка Блин Золото Уже устал Богатый Же Да Богатый Офигенно Говорит Слышь Русский Ну-ка Продай мне Бутылочку Пива Два мешка Золота Ты охренел Блин Цены У тебя Это вообще Блин Где Ты видел За такую Цену Два мешка Золота Бутылку Пива Не знаю Походи По рынку Может Дешевле Где Возьмешь Вот такой Анекдот Немного Поучительный Ну а на сегодня Все Всем Добра И бабла Немного Смелости Вам Ребята Счастье Сопутствует Только Смелым Будьте Немножко Авантюристами Вы не Такие Старые Еще Есть В наших Пороховницах Порох Все На слет Триханем Молодостью Подадим пример Своим детям Мужья Сблизятся С женами Если Жены Их поймут Все таки Мужья Едут Не куда-то На Бухаловку А на нормальный Сбор Цивилизованный На экскурсию Да и вообще Такое бывает Раз в жизни Ну и Надеюсь В следующие годы Это тоже будет До новых встреч Удачи всем Продолжение следует Продолжение следует